Всем привет! Мы находимся в Олимпийском центре. Среда, завтра четвертьфинала России с Канадой. Канадцы вышли тренироваться накануне матча в полном составе. Тренер, он кого-то цепляет у них из игроков. И что можно сказать о нашем сопернике? Жерар Голлан, да? Я всего ищу. Вот Жерар Голлан. Канада, конечно, с одной стороны на этом турнире не впечатлила. Начала его с трех поражений. Проиграла Латвия 0-2. Проиграла немцам. Ну, Латвия 0-2, потом американцам 1-5, потом Германия 1-3. И уже начали над сборной Канады прикалываться, смеяться и говорить, что они лузеры полные. И, в принципе, так и было. Они могли... Очень реально, что они могли не попасть в плей-офф первые в истории. На чемпионате мира они так еще не пролетали. Но в следующих четырех матчах Канада выиграла три раза и уступила в седьмой игре финнам в дополнительное время, сумев набрать 10 очков. И эти 10 очков Канаде позволили выйти в плей-офф благодаря тому, что матч Германии и Латвии был сыгран в основное время. Немцы выиграли 2-1. Хотя латыши, если бы забили второй гол и перевели игру в овертайм, Канада бы в плей-офф не попала, а попали бы туда Германия и Латвия. Ну, с одной стороны, можно сказать, Канадцам повезло. С другой, объяснимо, у них здесь такой состав... Я бы не сказал, что слабый прям, да, там есть игроки достойные. Но как-то они не сыгрались, потому что те же самые американцы, они тоже не блещут большим количеством звезд. Но американцы заняли первое место на групповом этапе вообще среди всех сборных, набрав 18 очков. И 18 очков. Это очень круто. Они при этом пропустили 8 шайб всего лишь. Воротарь из Лос-Анджелеса Кал Петерсон очень хорошо играет. У меня там лучший процент отраженных бросков на турнире. У США есть ведущая тройка, где играет Робертсон Джейсон из Далласа. Главный конкурент каприза в борьбе за Колдер Трофе. Прислушаем новичку НХЛ. И то есть у них каждый на своем месте, каждый старается в меру возможностей. Есть даже ребята, которые вообще не играли в НХЛ, но они будут выходить на драфт в июле. И им важно себя показать на драфте. Выстрелить здесь, чтобы поднять свои шансы там. Попасть в номер повыше. Хотя я не уверен, что это им даст какую-то хорошую карьерную судьбу. Потому что попасть в Баффало или в Коламбус на старте карьеры это одно. Играть там, не знаю, в более сильной команде. Какой-нибудь Колорадо, Тампио это другое. Ну а вот Канада такой силы поначалу не была. Но сейчас, после групповой этапа, мы видим, что у Канады есть первое звено, которое набрало в сумме 27 очков. Там есть центр-форвард Адам Хенрик. Там есть Браун из Оттавы. Хенрик из Анахайма. И есть там Эндрю Менджипани. Если не ошибаюсь, он из Калгари. И Браун вообще лучший бомбардир этого турнира наравне с Цыглариком набрал 10 очков. То есть у Канады начала проявляться атака. 19-18 по шайбам у них. И мы видим, что Канада по-прежнему умеет забивать. Да, у них с обороной проблемы. Да, у них поначалу эта атака барахлила. Но сейчас у них что-то вырисовывается. Поэтому я не считаю, что для сборной России это будет какой-то очень слабый соперник. Хотя, конечно, такую слабую команду мы давно не видели у Канады. Они просто сюда не привезли топ-звезд. Обычно они начинают с составом так себе. К ним кто-то приезжает из НХЛ. Но сейчас не приехал никто. Как вот к нам приезжает Тарасянка, Бобровский, Орлов. Такого усиления Канада не получила. Турнир, конечно, до них проходной. Но не хотелось бы им позориться. Не выход в плей-офф это все-таки позор. Но они вышли в него. Так что со спокойной душой, на расслабоне они выйдут на четвертфинал, чтобы играть против сборной России. Отдельная тема, конечно, это кто в воротах сыграет у сборной России. Сергей Бобровский или Александр Самонов, который показывает хороший процент отраженных бросков. Выше 93% на групповом этапе. Были сделаны два сухаря России против Дании 3-0 и против Белорусов 6-0. Вчера это была просто не игра, а тренировка. В первом периоде счет уже стал 5-0. Дальше наши ребята включили эконом-режим и особо не выкладывались. Кто-то критиковал за это Россию, что вот надо было рвать попу и забивать 15-0. Боли уигрывать у белорусов, унижая соперника. Но давайте об этом поговорим, когда будет тренировка сборной России. Я слышал, на нее не выйдут как раз, в отличие от канадцев, не выйдут лидеры, будут играть те, кто не выйдут на лед в четвертфинале. Как раз мы и поймем, кто не будет играть. И обсудим заодно, все-таки какого воротаря стоило бы ставить, Бобровского или Самонова. А теперь мы на тренировке сборной России. Вот Роман Ротенберг с шайбой. Вот как с ней обращаются. Суть тренировки сборной России в том, что сегодня тренируется неиграющий состав. То есть на льду те, кто не будут играть против Канады. Логично это или нет? Но вообще, с одной стороны, не так часто я это видел, чтобы перед четвертфиналом у нас на льду не было основного состава. Но с другой стороны, у нас, вы не забывайте, были два матча подряд. Два. Были два матча подряд. Это со Швецией с Белоруссией. Причем они были поздние. В 20.15 только начинались. Поэтому то, что дали сейчас отдых, тренировка началась в 16.15, это логично. На самом деле, это безумный календарь. То, что за неделю надо провести пять матчей. То есть в понедельник игра со шведами. Вторник игра с белорусами. Среда, но отдышаться надо. В четверг четвертьфинал. В пятницу перерывчик. В субботу матч за полуфинал. Да, полуфинальные матчи. И в воскресенье матч за бронзу и финал. Не знаю, почему не сделали бы хотя бы паузу между полуфиналами и финалами. Я давно об этом говорю. Но поэтому то, что отдохнули. Опять же, сезон был очень тяжелый. Все логично. Тем более, наши ребята сыгрались еще в матч со шведами. Было понятно, что химия найдена. И не просто так Брагин улыбался на лавке. Было видно, что он ничего не напрягает. Так, кто у нас есть? Смотрите. У нас есть Кузьменко Андрей. Он не будет играть. У нас есть Максим Шулунов. Значит, он не будет играть. У нас есть Рушан Рафиков. Он не будет играть. У нас есть Григорий Дронов. Он не будет играть. У нас есть Роман Ротенберг. Он тоже не будет играть. У нас есть Игорь Жиганов. Ну, ничего себе. Ну, Жиганов может играть, но он седьмой защитник, и у него просто мало игрового времени. Он пришел на лед, чтобы получить дополнительную практику. То есть я это понимаю именно так. Два воротаря у нас, да? Два воротаря. И в шлемах Red Machine. Видимо, это не Бобровский. Я подразумеваю, что это Бочаров и Самонов. То есть Бобровский, получается, будет основной. Но мы в этом и не сомневались. Теперь давайте обсудим, почему Бобровский основной и почему это хорошо. Я думаю, во-первых, Александр Самонов, он никогда за свою карьеру не играл против Канады. Он не играл против Канады, потому что он играл раньше в Витязи, потом его взяли в СКА. Он активно наигрывался на Евротурах. Евротура – это преимущественно европейские сборные. Мы помним, как перед Олимпиадой Корея там приезжала, Канада играла, но это нетипично. И там, конечно, не та Канада. Ну, собственно, она и здесь не та, но опыта такого у Самону не было. Бобровского, мне кажется, здесь нет. Два вратаря, и из них оба в шлемах Red Machine. И это не Бобровский. Бобровский был бы в шлеме, мне кажется, в Флориде. А это кто стоит там? Ну, пошел, записывал с ним интервью, говорил, что вам приехал, мы дали шлем раз в машину тоже. Да? Сегодня не играющий состав. Значит, это Бобровского тут быть не должно. Вот Валерий Брагин там вышел. Это кто там стоит у нас? По-моему, Каменев, да? То есть игроки, которые тренировались в зале, видимо. Я бы сказал, что Бобровского здесь нет. Я могу ошибаться, но по глазам, как их понять только... Там не заглянуть даже. Да. По логике можно судить. Зачем Бобровскому ходить? Ну, здесь только дополнительный лед получить. Понять площадки, угол обстрелов. Но здесь точно должны быть, если не играющие, должны быть эти. Бочаров и Самонов. Может, Самонов дали отдохнуть после вчерашнего и выпустили Бобровского? А по щиткам? Щитки белые, да? А вот, подожди, сейчас глаза его увижу поблизости. Это что-то Бочаров? Да, я тоже думаю. Это Бочаров. Что значит не играющие? Не играющие, то что завтра они не будут играть. Ага. Так, ну а Жиганов может попасть в заявку. А в остальном? В аратаре без опознавательных знаков. Так вот, продолжу свою мысль. Бобровский играет все время против все-американских команд. А Самонов никогда не играл против Канады и против США. Это важный фактор. У них стиль совершенно другой, чем европейцы. Натиск, борьба, игра за... Иногда за гранью холла. Так что вратарь из КХЛ мог бы под этим делом смутиться. Поэтому это плюс один в пользу Бобровского. Да, то, что он там не играл здесь. Ему трудно будет входить. Но он на то и профи большой, чтобы это делать. Вот. Жамнов сидит. Брагин пришел посмотреть на... Ну, если они все смотрят на этого вратаря, кстати. Может, это есть Бобровский? Вот такая загадка у нас. Они все сидят, и тренеры на него смотрят. И все ему бросают. Набрасывают. По конькам, может, мы это поймем? Нет. По прическе. Так, так, шлем снял. Это Бобровский. И это Бобровский. Да. Он тренируется с неиграющим составом. Вот он снял маску, и все на нем пришли смотреть. Ну, действительно, зачем Самону было бы выходить сейчас на лед, если он два матча подряд играл. Вчера играл поздно. И они просто Бобровского натаскивают на завтрашнюю игру. И все смотрят, в каком он состоянии. Вот это да. Брагин на него смотрит. Как он отражает броски, Боб. Как себя ведет. Все пришли смотреть на театр военных действий. Вот Брагин на него посмотрел и ушел под трибуну. Сделал какие-то выводы. Но Бобровский вроде бы адекватен. Значит, может быть, его и поставить на завтра. Он, наверное, приказал в раздевалке. Так, срочно идем. Бросаем на него. Вот Боб. Будет играть в шлеме Red Machine. Вот это что интересно. Так, тренер. Поворотаряем у нас. Иностранец. Не Рашид Давыдов. Швед. Кстати. Так что у нас Бобровский камп. Так вот, Бобровский человек, которым мы должны быть уверены. Это не значит, что мы будем в нем уверены обязательно. Это покажет матч с Канадой. Но матч с Канадой чем будет приколен? То, что Канада, она много пропускает на этом турнире. И 19-18 по разнице шайб. То есть, с Канадой можно даже 1-2 гола пропустить. Главное, забить им свои 3-4. То есть, счет там 4-3 нас устроит. Это не то, что там с Финляндии или со Словакии, вот как было. Если ты пропустил 1 гол, и капец тебе потом. Да, вот как проиграли в полуфинале в 19-м году. Фин 0-1. И потом не отыгрались. Когда цена 1 гола пропущенного стоит тебе судьбы всего турнира. Здесь с Канадой такого не будет. И поэтому можно с Бобровским рискнуть. Зачем тогда его вообще вызывали? И зачем тогда его держали в карантине? Если его не выпустить на матч с Канадой, это будет как минимум глупо. Ну, если провалится Бобровский и проиграем мы четвертьфинал, то, конечно, тренерский штаб очень сильно за это дело захейтит. Но, если мы проиграем четвертьфинал в таком составе и в такой ситуации, их захейтят по-любому. Так что риск здесь не слишком будет отличаться. И вот Бобровского наигрывают. И вот ему бросают. Странно, что ему не бросает Роман Ротенберг. Но он бросает другому вратарю. Бочарову. А мог бы бросить Бобровскому. Все-таки бросок у Романа Ротенберга достаточно хороший. Так, что делают дальше с Бобровским? Смотрим. Тренер, иностранец, ему объясняет, как играть. Как играем в обороне. Вот два колпака. Это, наверное, символизирует наших защитников. Так, набрасывает. Побежал, побежал. Опа. Будем считать. Не забили. Набрасывает, набрасывает. Опа. Не попал. Так, кто еще у нас? Побежал, 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 побежал. Опа. Забил. Вот смотрите, Бобровский-то не слишком идеален. Уже один из трех пропустил. Ладно, это все шутки, но его наигрывают на матч с Канадой, и в этом уже нет никаких сомнений. Я написал об этом статью на Матч ТВ, вы почитайте. Я нашел только один случай, когда вратарь из нашей лиги, не из НХЛ, играл против Канады на таком уровне и выиграл. Это был 2011 год, четвертьфинал с Канадой, Константин Барулин вышел против канадцев, и там реально было маленькое чудо, потому что он сделал 36 сейвов, его очень загрузили работой. Мы проигрывали 0-1 после двух периодов, и вот на третий период, когда мы вышли, там Каегородов, Алексей Каегородов, его там потом Атава пыталась безуспешно интегрировать к себе. Вот он вышел в меньшинстве, убежал и забил гол. И потом победный гол забил Илья Ковальчук, выиграли 2-1. Ну, как-то под этой маской был только что Бочаров, да, по-моему? Да, выиграли 2-1, но в целом тот турнир 2011 года мы провалили, потому что там Барулина накидали потом в полуфинале, и в матч за третье место полного войска. Там матч за бронзу был проигран со счетом 4-7, как я помню. В полуфинале с Финляндией гол Гранула, помните, знаменитый он забил лакроссом, по-моему, 0-4 мы проиграли, да? Так что Барулин выдал свой лучший матч, может быть, в карьере против Канады, но потом рухнул, как и вся сборная. Так что... Так что с вратарями не из НХЛ мы успеха не добивались. Когда сборная России выиграла Чемпионат мира, это было 4 раза при третьей Кеа. 2008 год был в воротах Евгений Набоков, 2009 год был в воротах Илья Брызгалов, 2012 год был в воротах Семен Варламов и 2014 год был в воротах Андрея Василевски. Все 4 вратаря из НХЛ. Хотя Василевский только начинал, по-моему... Не-не-не, вру, подождите. 14-й год был среди Бобровски, Василевский был рядом с ним. Он еще не уехал в НХЛ, но в Бобровске, да, как я мог очевидно и перепутать. Но это говорит о том, что все четверо были из НХЛ, с кем мы брали золото. И был пример у 2018 года, да? Вот Игорь Шестеркин еще не играл в НХЛ, его поставили на четвертьфинал против Канады. И там какая была альтернатива Кошечкин, Василий Ветеран, с кем выиграли Олимпиаду, он тоже не играл в НХЛ. Так что Шестеркин выглядел неплохо, и все говорили, ну дайте ему сыграть, дайте, дайте, дайте. Общественное мнение было такое, и как вот сейчас, вокруг Сомонова, ну дайте, дайте ему сыграть. Ну и вот проиграли 4-5, ну да, это была сборная Канады с Макдэвидом. Проиграли в овертайме. Да, все так, но было пропущено 5 голов. Так что не надо слушать общественное мнение, надо быть уверенными в себе и ставить на того, на кого вы думали ставить, не сворачивать. То есть на Бобровске. Видите, он заменил в воротах обратно Бочарова, Бочарика. И теперь основа Бобровских воротах. Ему опять пытаются забить. Пытаюсь, но не забиваю, да, особо? Это не какой-то жест БЛМ. Это просто так в артаре отдыхают иногда. Егор Козлов отжимается от бортика. Раз, два, раз, два. Держит себя в форме. Ну вы видели, как Брагин проинспектировал Бобровского? Самонов может появиться еще на этом турнире. Я могу представить такой расклад. Вот представьте себе. Матч с Канадой получается нервным, да. Например, там 3-3 по ходу матча. 3-3, там 4-4. Там, не дай бог, будем выступать. И меняет вратаря, выпускает Самонова. Мы выигрываем матч. И тогда, конечно, логично дальше в плей-о ставить на него. Повторю, что Канада позволяет, дает право на ошибку. Потому что она не умеет хорошо играть в обороне. По крайней мере, если мы судим по этому турниру. Вот Роман Эртенберг. Видите, инспектирует Бобровского, смотрит на него. Да, еще, кстати, тема одна есть. Говорили много раз, и я даже об этом писал, то, что Бобровский не выходил на связь со сборной России, пока шел у него плей-офф. И вот плей-офф у него шел. И когда он закончился, когда Флорида вылетела от серии с Тампой, вот только тогда Бобровский снял трубку и согласился сюда приехать. И оказалось, что он весь плей-офф все-таки был на связи со сборной. И Роман Эртенберг контролировал процесс. И мы заранее знали, что если Бобровский вылетает, он приедет к нам. Может быть, с этим связано, что сюда так и не доехал Илья Самсонов. Потому что будь тут Илья Самсонов, это была бы другая ситуация. Вот представьте, была бы сейчас дилемма играть кому, Самсонову или Самонова. Я бы, думаю, даже не сомневаюсь, что надо было ставить на Самонова. Потому что Самсонов не тот вратарь, в ком мы 100% уверены. И тот, который прямо обладает колоссальным авторитетом. А Бобровский, это главная звезда этого Чемпионата мира. Главная звезда. Взял две визины трофея. Вы назовите еще хотя бы одного хоккеиста, который на этом турнире имеет индивидуальный весомый приз. Калибра НХЛ. Кто это? Кто этот человек? Их нет даже, по-моему, сборной России. Тарасенко. Тарасенко индивидуального приза нету НХЛ. У него есть кубок Стэнли. Как и у Дмитрия Орлова. Но у них нету там Морис Ришард Трофи. У них нету Морис Ришард Трофи. Так что Бобровский главная звезда. Хотя, конечно, карьера его в последнее время идет немножко не туда. Но это связано с тем, что попал во Флориду. Команду, где оборона очень слабая. Оборона очень слабая. А воротарь, значит, не может там все спасти. Ну и, конечно, он теряет уверенность в себе. В таком случае. Сборная поможет им эту уверенность вернуть. Так что вот такие просто ситуации разыгрывают сборной. Сейчас то один вратарь, то другой разыграют разные выходы. Два в один, как забивают голы. Я не знаю, остановить видео или все-таки снимать. Думаю, вам будет, наверное, интересно. Когда вы еще увидите в деле Бобровского? Вот, закрывает обзор ему. Ну, в принципе, конечно, немножко монотонно и однообразно. Заметьте, чем отличается тренировки Канады от России. Канада вышла просто почувствовать лед, сыграться еще раз, отработать какие-то сочетания звенья. Там большинство. Мы вышли на лед, чтобы чисто дать практику Бобровскому перед его четвертьфиналом, где он будет играть. Потому что иначе не было никакого смысла его сейчас так наигрывать. Но это, в принципе, выглядит логично. Лишняя тренировка сейчас может и не пойдет на пользу. Видите, тренируют, как один игрок скринит вратаря и пытается бросить с помехой. Вот. Закрывает обзор. Опа, отбивает. Ну да, говорят, там другой угол обстрела. Площадка, все остальное. Но я не думаю, что будет прям колоссальное значение какое-то иметь. Не забудьте, что матч пройдет здесь, в Олимпийском центре. Ну, это символично, что Олимпийская команда, ее не сборная России называют, вот у нее не просто так нарисованная. Логотип на груди Олимпийский. Играет в Олимпийском центре. Есть вот этот символизм. И Канада, она обязана была выйти в полном составе на тренировку, потому что она здесь не тренировалась. Она играла на другой арене. Они почувствовать должны были лед. И они его почувствовали. Смотрите, Бобровский дирижирует оборонкой. Бобровский дирижирует Шелуном и Кузьменко. Объясняет, как именно они должны бросать, чтобы он потренировал какие-то моменты. Это, опять же, показывает, что не просто воротарь, а воротарь-дирижер, который командой управляет. А не просто стоит и грустит. Так вот, для Канады здесь тоже будет кое-что новое. так же, как и для Бобровского. Бобровский дебютирует на этом льду и Канада дебютирует на этом льду. А если мы выиграем четвертьфинал, то мы переезжаем на арену Рига. Вот я снимаю Бобровского, чтобы вы посмотрели, как он выглядит на тренировке. Для многих это важно. И я снимаю все нон-стопом, чтобы вы могли посмотреть Боба. Может быть, это видео даже посмотрит Валерий Брагин. Он же ушел сейчас. А он посмотрит, в номер войдет своего бабла, включит ютубчик, это видос, и будет смотреть, вот как сейчас забили Бобровского. А может быть, даже посмотрит канадца. И найдут какой-то секрет. Но я думаю, вряд ли. Никакого секрета быть не может. Кстати, пишите в комментариях под этим видео, пишите побольше комментариев, что вы думаете об игре сборной России. О, Брагин вернулся, смотрите. Что вы думаете о матче с Канадой? Что вы думаете о раскладах? И Жамнов вернулся. Брагин мониторит ситуацию. Будет ли он думать, кого вставить в ворота? Я думаю, что все давно решено. Вот Бобровский разговаривает с тренером по вратарям на английском языке. Они что-то обсуждают. Хорошее настроение у Сергея. Неужели он уходит со льда сейчас? Так. Побеседовал с администратором Павлом Бобровский. Кто-то ему что-то показывал. Павел живет в пузыре с командой и снимает видео о жизни коллектива нашего. Так бы снимал оператор, но только Павел имеет доступ и к камере, и к игрокам. Спасибо ему за это. Большое. Так, Бобровский. Я считаю, что это нормально на самом деле. Не то, что я там засоряю YouTube излишней информации в видео. Когда приезжает главная звезда чемпионата мира, надо снимать каждую минуту на льду. Тем более, матч я снимать не могу. Это права, принадлежат им фронту, местной организации. Тренировку снимать могу, и мы наблюдаем, как если бы в Аргентину приехал Лео Месси, или как сборная России по хоккейу Александр Овещин. Конечно, мы бы снимали каждый шаг его. А теперь мы снимаем Сергея Бобровского. Вот мы дожили до того, что главной звездой на турнире у сборной России становится воротарь. А самая сильная наша линия – это защита. У нас 6 игроков из НХЛ. В первой паре играют Никита Нестеров из Калгари, и Никита Задоров из Чикаго. При этом Нестеров, скорее всего, возвращается в КХЛ, и может где-то будет с СК. Если удастся договориться по деньгам. Не просто так Нестеров извинялся в интервью перед армейцами за то, что ему давали контракт годом раньше, и он его не подписал. Еще два старая пара – это Владислав Гавриков из Колумбуса, из Коламбуса, и Иван Проворов из Филадельфии. Причем Гавриков, как я подозреваю, когда станет неограниченным свободным агентом, наверное, Коламбус покинет. Ну, по крайней мере, я бы сделал на эту ставку, когда ему будет 27 лет. Проворов, как рыбу в воде, чувствует себя в Филадельфии. И третья пара – это Дмитрий Орлов с Артемом Зубом. Орлов Вашингтон, а Зуб – Оттава. И он, кстати, тоже может Оттаву покинуть со временем, но пока играет там. И не так уж и плохо провел свой первый сезон, хотя у команды в плей-ф не попало, но зато он может в купик звания Олимпийского чемпиона добавить золото Чемпионата мира и останется ему выиграть только Кубок Стэнли до того, чтобы войти в тройной золотой клуб этому парню из Хабаровска, второму члену тройного золотого клуба, как и Александру Могильному. Но до этого еще далеко, загадывать не будем, просто зуб на правильном пути. Картонные трафареты остались здесь с вчерашнего матча, когда играли Россия и Беларусь. Любой болельщик мог сфотографироваться на сайте ИХАФ и отправить свой снимок. И из него сделали бы картонный трафарет, якобы он здесь присутствует, но на самом деле нет. Но фотографии его здесь вставлены, и кто-то даже отправлял фото собаки. Я видел фото собаки, по-моему, шведы, да? Любимый бульдог. Он был как очеловечен, да, вот таким трафаретом. Так, смотрите, Роман Роттинберг атакует ворота Бобровского. Это надо видеть ближе. Вот, пожалуйста. Роман Роттинберг атакует ворота Бобровского. Роман Роттинберг ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОМЕЦ КОМЕЦ РОСТРЕЛ Так вот, пишите в комментариях Ваша версия, правильно ли, что Бобровску Наигрывает на основу в матче с Канадой, правильно ли Что мы не вышли на тренировку Допустим, эти темы можно обсудить Что вы думаете о матче с Канадой И вот это все Бобровский получил хорошую практику Перед завтрашним четвертьфиналом На него посмотрел Брагин, сделал свои выводы Самые главные выводы, что это и Роман Ротенберг сделал Прямо с первого ряда посмотрел на него Забили Бобровскому еще один гол Но это ничего не значит И вот, в принципе, все, наверное, больше нечего сказать Все информация исчерпана Готовимся к завтрашней игре Всем пока Спасибо, что смотрите Лайки и подписки Это обязательно Это просто обязательно Чтобы развивать канал Спасибо, что с нами Но нас должно быть еще больше Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok